На улице жара 33 градуса, но от этого никуда не деться. Дел по горло и я начинаю оборудовать мастерскую. Сегодняшняя идея будет каждому полезна. У кого еще нету, тот обязательно должен сделать. Для сегодняшней идеи мне понадобится около куба досок сосновых. Почему сосновых, да потому что других у меня просто нету. Сосна имеет свойство изгибаться, коробица очень мягкая порода, поэтому придется применять кое-какой хитрый способ. Но обо всем по порядку. Для начала напиливаю 150 доску толщиной 5 сантиметров на отрезки по 2 метра 20 сантиметров. Шесть штук для меня самотоков. Все эти доски прохожу на рейсмусе, делаю одинаковую толщину и делаю ровную плоскость. С рейсмусом разобрался. Теперь раскладываю все доски по порядку и на них размечаю одинаковые разметки. В размеченных местах сверлим отверстия на сверлильном станке диаметром 12 миллиметров. Дырки насверлены. Теперь все эти доски надеваю на шпильки, как шашлык. Дырки насверлены. Дырки насверлены. Дырки насверлены. Заранее заготовил уголки с просверленными отверстиями. Эти уголки одеваю на шпильки и притягиваю гайками. Делаю это для того, чтобы сжать доски и убрать все щели между ними. Делаю это для того, чтобы сжать доски. После того, как все стянул, сверху притягиваю три бруска, для того, чтобы сделать общую плоскость более ровной. С первой частью разобрался, ее в сторонку. Приступаю дальше. Основание, ну или нижняя часть, как угодно будет сделано из доски 50 на 100 и из доски 50 на 150. Начинаю обрабатывать все доски на рейсмусе, потому что все кривые, все косые, все старые, обновляю доску и делаю ровной. Напилившись и настругавшись, собираю все, что напилил в одну кучу. Делаю 150 доски рамку и к рамке приделываю 4 ножки. Делаю 100 cents. Продолжение следует... Продолжение следует... Из фанеры толщиной 16 мм подпиливаю 4 уголка, эти уголки прикручиваю по углам собранной рамки. Продолжение следует... Две основные детали собраны. Теперь надо все собрать в кучу и добавить несколько нюансов. Продолжение следует... В уголках из фанеры, которые я прикрутил по углам, отмечаю разметки и сверлю отверстия 12 мм. В эти отверстия прикупил и установил колеса со стопором диаметром 10 см. После того, как две части соединил, пришло время перевернуть так, как должно быть. Кто был очень внимателен, тот уже давно заметил, что я изготавливаю верстак, который будет находиться в центре мастерской. Именно на нем будут собираться все изделия. Столешницу обрабатываю рубанком. По торцам устанавливаю рамку из 150 доски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что могу сказать? Работай доволен! Если вам понравился мой верстак, если понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь. И всем до скорой встречи! До скорой самоделки!